Аграрии республики завершают заготовку кормов. В целом план по сенажу и силосу уже выполнен, хотя не без трудностей. По сравнению с прошлым годом можно сказать, что результаты в этом году неплохие. Ольга Ануфриева о результатах лета. Механизаторы Сыктывкарского сельхозпредприятия закладывают силос. До конца кормозагодовительной кампании еще две недели, но столичные аграрии план уже давно выполнили, хотя не без трудностей. Сено, например, зачастую было не самого лучшего качества, да и сроки его заготовки затянулись. Дождливое лето, оно свои коррективы внесло. В заготовку кормов были проблемы с вывозкой зеленой массы и работой тракторов в поле, потому что действительно сыро, вязко, и не всегда машины, не всегда трактора могли эффективно работать. Это вызвало определенную задержку. Но нет худа без добра. Прохладная погода позволила получить с некоторых сельхозугодий по два урожая. Дожди щедро орошали землю и оттава трава, что выходит уже на скошенных участках, вытянулась и сохранила все питательные вещества. Если было бы жарко, у нас бы травостой бы весь пожелтел. А он сохранился, более-менее зеленым взяли. Чем прошлым годами. Сухое сено это уже не корм. На темпы заготовки и качество кормов влияет, конечно, техника. Крупные сельхозпредприятия значительно обновили автопарки. Скажем, на смену старым косилкам и граблям пришли новые агрегаты, своеобразные комбайны. Они косят и сразу же формируют волок. Экономия времени и топлива налицо. На луга вышли также новые пресс-подборщики, упаковщики и погрузчики. Мы уже сегодня имеем где-то на 10 тысяч тонн сенажа больше, чем в прошлом году. По факту, а мы сегодня имеем уже. Это как раз результат технического перевооружения. То есть сельхозпредприятия закупили дополнительные комплексы по заготовке кормов. По силосу мы где-то на уровне прошлого года и с плюсом, а заготовка силоса еще ведется. И по сену, понятно, что качество несколько иной, чем в прошлом году, но мы где-то только на полторы тысячи тонн отстаем. Это примерно 5-6 процентов. Незначительно. Техническое перевооружение сегодня самая востребованная часть госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса. Поэтому на сентябрьской сессии Госсовета депутаты рассмотрят вопрос об увеличении субсидирования данного направления. Средства, предусмотренные на это в начале года, сельхозпредприятия освоили очень быстро. Ольга Ануфриева, Вячеслав Беспалов, телеганал Юрган, Сыктывкар.